Череда памятных церемоний в Ярославле началась с панихиды в Успенском кафедральном соборе. В главный храм города пришли родственники, друзья погибших, а также обычные ярославцы. Панихида по жертвам катастрофы началась в 10.30. По траурной звуке колокола ярославцы шли в храм на службу. 44 одиночных удара по числу погибших сопровождали это печальное шествие. Как и год назад, панихиду провел митрополит ярославский Ростовский Пантелеймон. Он обратился со словами утешения к родным, близким и друзьям погибших. И сейчас принесем мы сугубые молитвы о усопших, катастрофе погибших, тех наших родных, друзей, близких, тех ребят, которых мы знаем. Эти молитвы необходимы для всех тех, которые переселились в иной мир. Молитвенное поминание любимой команды совершалось в храмах Ярославля все 40 дней после катастрофы. Прошел год и сегодня вновь слушают панихиду. Как говорят в православной церкви, в уповании на милосердие Божие и спрашивается им прощение согрешений и блаженная вечная жизнь. В храм сегодня пришли многие ярославцы, которые как свою личную беду перешили гибель любимой команды. Собор едва вместил всех, кто решил разделить с родственниками общее горе. На панихиду приехал даже полпредпрезидента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. По поручению президента России он передал слова соболезнования родственникам погибших и всем ярославцам. Субтитры создавал DimaTorzok